Из вас знаю, на самом деле, конечно, я вас вообще не знаю, но так, хотя бы имя ваше знаю. Значит, ко мне, мне нет удобного имени, поэтому ко мне можно обращаться по имени-отчеству Марцис Юрьевич. Или просто в письменном виде можно писать М.Ю. Итак, значит, если вы думаете, что здесь будет чистая эзотерика, сразу предупреждаю, нет. Но совсем без эзотерик мы не обойдемся. Вот. Значит, в основном, в общем-то, я лингвист. Что означает, что мое прикрытие заключается в том, что я рассуждаю о языке санскрит с точки зрения того, как он построен. Конечно, мне интересно не только это, но это как бы видимость. Если я вам сразу расскажу, что мне интересно, вы испугаетесь, и как бы у нас не состоится... Как контакт? Значит, у нас получается ориентировочно 15 человек. Значит, опыт какой у меня есть. Год тому назад, в пятером, мы за полгода проходили по 4 имена за раз. То есть, в среднем уходило 2 часа на это. Вот. Но мы проходили имена поверхностно. По сравнению с тем, что я хочу сейчас сделать, мы проходили поверхностно. Вот. Поэтому, я бы хотел... Не все возможности этого мы будем успевать озвучивать. Что-то, возможно, будем просто писать. Значит, во-первых, конечно, я хочу, чтобы все это учили наизусть. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, я бы хотел, чтобы вы, собственно, скачали... Если нужно, есть mp3-файл, и, соответственно, есть wav-исходник. То есть, чтобы у вас эти файлы были при вас. У вас будет полная звуковая дорожка из всех 108 имен. Но будет и разбивка кусочками. Так как мы сразу все брать не будем, то... Будет разбивка. Значит, эти записи сделала моя хорошая знакомая из Терупати. Вот, по моей просьбе. Вот. Она их рецитирует ежедневно, сама, скажем так, для себя. Но вот здесь она впервые их записала. Вот. То есть, как бы я бы хотел, чтобы каждый раз мы начинали с... Скажем так, рецитацией, как минимум, того отрывка, который мы попытаемся в тот день разобрать. Значит, для этого я предлагаю разделиться, распределиться в группах по пять человек. Для этого мне надо просто понять, чтобы в каждой группе был кто-то, кто еще никогда не видел Деванагари. А кто-то, как, например, Инна, уже почти что приближается к пику своей, так сказать, творческой... Как бы расцвет уже. Уже как бы учебник и червяной до середины. То есть, чтобы вы были примерно равномерно распределены. Вот. То есть, чтобы вышли некоторыми такими пачками. Пу-пу-пу. Пять штук. Да. Вот для этого мне надо понять. Понять про тех, про кого я ничего не знаю. Вот. Так, Александра, я вас не вижу, как обычно. У меня... Я боюсь, что интернет просто может включаться. Спасибо вам. Хорошо. Хорошо. Так. Значит, мы разбиваемся в группы. То есть, соответственно, после сегодняшнего звонка я надеюсь, что я пойму, как вас распределить. Как вас распределить. То есть, в первую очередь, мы будем касаться того, как эти слова устроены с точки зрения санскрита. Будем искать какие-то параллели в других языках. Будем касаться мифологии. Ну, собственно, вот и основной наш интерес. Вот. На самом деле, объем информации достаточно большой получается. В отличие от прошлого раза, что-то получилось уже систематизировать. Ну, например. Значит. Давайте так. Я начну тогда задавать какие-то вопросы, а вы будете говорить, что вам интересно. Например, кто-то из вас профессионально изучает языки. Я имею в виду, у кого-то есть филологическое образование. Так. Мне показалось, что, значит, Наталья дала мне знак. Ну, она включила микрофон, поэтому я никогда об этом не узнаю. Да-да. Это я подавала знак, а теперь у меня девочки. Так. И вы... Английский язык у меня. Английский язык. Хорошо. Хорошо. Так, да. Вам интересно сравнительно историческое языкознание? То есть, как взаимодействуют, например, разные индоиранские языки между собой? Там, например, где пересекаются английский, немецкий, сансквит, иранский и прочие языки. Это вам интересно? Нет. Хорошо. Так. Вы находитесь, соответственно, в каком городе? В Крыму, в Коктебеле. В Крыму. Это не так-то далеко. 8 часов от меня. Так, хорошо. Я понял. Значит, тогда потребуется, в общем, как бы... Это касается всех. То есть, у большинства из вас есть стопочка с книгами, на которую я буду опираться. То есть, я буду отсылать вас к одной из книжек. Соответственно, раз вы у нас филолог, тогда по вашей части... Тогда по вашей части будет Бэрро. Значит, Алевтина. Нам надо какое-то завести, соответственно, место, наверное, куда мы будем записывать. Кто за что отвечает. Тогда какой-то Google Doc, наверное, сейчас надо завести будет. Или как ты предлагаешь? Ну, я думаю, что да, лучше в Google Doc. Давай тогда сейчас я создам Google Doc. Потому что... Или ты хочешь в ту таблицу, просто отдельную вкладку сделать. Или как предлагаешь? А, слушайте, а давайте точно уже в готовую таблицу. Только почему-то тут с редактированием какие-то проблемы. Ну, давайте в эту таблицу. Давайте в таблицу. Итак, ты готова тогда записать, что, значит... Наташа у нас интересна одна, но пока я вижу одну. Значит, Наташа отвечает за Бэрро. Следовательно, к следующему разу мне надо почитать 416 страниц. Вот там я Новикова, да? Да. Ладно, я пока так просто помесю, потом не звоню. Вы, значит... То есть я, собственно, сам тоже изначально обучался на английского филолога. Вы, собственно, и работаете по специальности, да? Нет, я сейчас не работаю по специальности, скорее... Но готова вспомнить, да? Да-да, конечно. Хорошо. 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 Значит, Бэрро. Это, значит, сопоставление с другими языками. То есть, в частности, вопрос с суффиксацией будет касаться вас. То есть, хорошо. Так, вопрос. Кто-то из вас когда-либо собирался изучать ведийский язык? Не санскрит попсовый, который мы изучаем, а ведийский язык. То есть, как бы количество неприятностей умножается. Я сигнализирую. Сигнализирую немножко. Хорошо. Значит, Анастасия. Алевтина, запиши тогда, пожалуйста, на Анастасию. Елизаренкову. Грамматика ведийского языка. Следовательно, это будет второй человек, который будет отвечать за суффиксы. Анастасия Филатова, да? Да. Не видно, что я машу? Я даже не вижу, кого я должен был видеть, честно. Это Соловьева, я не знаю, где у вас. Так, а я не знаю... Ну, то есть, как бы в видео... Я не верю, что я даже... Так, а вы как выглядите? Так, сейчас. Там малиновая шаль, если что. Малиновая шаль. Так, кто-нибудь видит кого-нибудь с малиновой шалью? Сейчас. Я вижу Наталья. Вот она такая немножко как бы красненькая, я бы сказал, да. А вот у кого я с малиновой, так я, пожалуй... Я думаю, смайлик, если ему что-то поможет. Есть, Ольга Соловьева подписана. Да, я тоже вижу. Да? Видимо, я не единственный, кто не вижу. Ну, значит, надо... Даже не знаю, как надо, но, в общем, да. Я бы услала смайлик, может быть. А, Ольга, это в смысле... Так, а почему вы с камерой? У меня включено, я не знаю. Нет, давайте так. Вы выключите и заново включите. Бывает, скайп подключивает. Вы-то думали, что и вы с шарфиком, а вы-то, на самом деле, без шарфика в моей реальности. Так, теперь видно? Нет, еще нет. Так, а что я тогда не так сделала? Ну, может, вы и все так сделали, но просто скайп, бывает, подключивает. Бывает, когда совсем ничего не помогает, то надо выйти и заново зайти. Такое, бывает, помогает. Так, хорошо. Грамматика ведийского языка, значит, это мы распределили. Значит, 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 значит. Вячеслав, есть что-нибудь по Айурведе, тобой давно желанное, но не читанное? Не знаю. Много чего желанного. Чарка самхита есть, но так мы к ней подбираемся еще. Мы подбираемся, и это явно еще не скоро. А вы имейте в виду фроули, например, Айурведе Уинска? Да, хотя бы, например, так вот. Ты готов, например, прям таки, чтобы от зубов отскакивало? Или ты не сторонник фроули? Скажи мне честно и сразу. Не честно скажу, я не сторонник фроули. Хорошо. Так, ладно, значит, с тобой все, значит, пока нет. Мне надо честно, потому что это должно быть интересно. Это должно быть интересно. Виктория, я понял, что есть какой-то... Ты как бы сейчас не надо... Подноводное ты расскажешь, потом мне скажешь один на один. Виктория, ты как относишься к фроули? Нет, не видно вас, Ольга. Я вижу Ольгу. Ну, ладно. Это хорошо хотя бы, что кто-нибудь видит Ольгу. Я фроули не так уж и верю, но читать его мне очень хорошо. Хорошо. Просто дело в том, что, как бы, есть вещи, где фроули напутал, ну, в общем-то, их надо просто вычеркивать, которые он напутал, а в целом, как бы, я отношусь к нему положительно. Просто, чтобы понимать мое отношение, да? То есть, как бы, надо фильтровать. Ну, собственно, я не знаю ни одной книги, где не надо фильтровать, поэтому, собственно, нормально. Да, у меня даже на немецком, я могу быстро прочитать еще раз. Да, пожалуй, надо перечитать тогда. Вот это мне бы хотелось, потому что это было бы здорово. Да, значит, Виктория отвечает... Ну, какая рука? Да, Виктория отвечает... Виктория, сейчас, Виктория, сейчас еще говорю. Нет, Виктория... Виктория, да. Виктория отвечает, значит, за самую тяжелую часть сопоставительного, скажем так, языкознания, за Майрхофера. То есть, она уже скачала Эва и Кева. Это наш основной этимологический словарь. Эва и Кева. На самом деле, там есть еще один, я его найду, и мне надо не забыть передать. То есть, она отвечает за Фроли, Айурведа и Ум. За Кеву, за Эву. И еще что-нибудь придумаем. Хорошо. А Фроли у меня много. Да, хорошо, нет. Фроли, речь именно про одну книжку. Айурведа и Ум. Только вот эта маленькая, она самая маленькая. Да-да-да, самая маленькая. У нас, мы не берем объемы. Легко. Хорошо. Так. Значит, кому интересны этимологии русских слов? Кто слышал про Фасмера? Ну, я слышала про Фасмера. Я, это опять Ольга, которую вы не видите. А, вот я вижу. Ну, смотрите. Хотите, чтобы четырехтомник Фасмера был на вас? Даже не знаю, потому что у меня в целом то, что я призналась, что меня больше интересует ведийский, но вы его, кажется... Ну, видите, как бы двух ведийских не бывает, а шарфик как бы не развеивался на ветру, и я не заметил, соответственно. Понятно. Ну, у меня, во-первых, его нет. Я раньше... Ну, у меня он раньше был. Он вполне 7-летронный, вполне этого достаточно. Вопрос просто о том, чтобы вы следили за этимологиями, скажем так, славянскими. Славянскими. Ну, если меня еще подучат, как это делать... Я покажу. Я покажу. Хорошо, тогда пишем. Значит, Олевтина, ты не потерялась? Я пишу, да. Ольга Онищенко, да? Нет-нет-нет, Соловьева. Соловьева. Ой, подождите. Да. Все, отмечаю тогда. Четырехтомник. Фасмера. Отметила. Хорошо. Идем дальше. Так, кто у нас самый старший, получается? Самый продвинутый, я пытаюсь сейчас вычленить. На самом деле, Анастасия, которая взялась за ведийскую часть, она, наверное, есть самый опытный тут. Самый опытный. Да. Я просто думаю... Ну, ладно, хорошо. Так, сейчас пока мы не трогаем. Так. Саш, Саш, давай-ка ты... Вот как ты смотришь на... На-на-на-на-на-на? На Косовича. Только ты включи звук, потому что тогда я просто не так быстро... Не успеваю сгуб так очистать быстро. Вот сейчас. Так, да, теперь я здесь слышу. Как ты смотришь на Косовича? Можно попробовать. Хорошо. Тогда, значит, на тебя получается, значит, большой словарь. И как вариант легенда. Посмотрим, если кого-то будет не хватать, то возьмем... Ну, скорее всего, пусть эти оба. То есть, в легенде есть не все слова, а в большом не все буквы. Посмотрим, что... Что возможно, и... То есть, к вам просьба, да? То есть, как бы всем, кому... Продолжение словаря Косовича, или только то, что там я видела? Только то, что видели. Продолжения не будет. Значит, если для... Как бы для подстраховки я вам могу дать любые файлы. Но вообще, имеется в виду, что вы работаете с бумажными книгами. В случаях, когда бумажные книги невозможны, мы работаем с файлами. Но по умолчанию имеется в виду, что работаем с книгами. Соответственно, когда бы, чтобы вы не нашли, обязательно выписывайте максимально точно откуда. То есть, чтобы мы потом не тратили время. Ой, я это видел, и начинается на 10 минут листание. Давайте... Просто потому, что у нас некоторое количество, время ограничено, и поэтому выписывайте все. Выписывайте все, номера. Да хоть называется там второй столбик посередине. То есть, ну, то есть максимально, чтобы не тратить время на поиски. Хорошо. С Косовичем решили. Так, значит, фриш, 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 фриш. Косович — это Андронова Александра, да? Так, сейчас подожди. Тут у нас есть... Я просто слышу. Сейчас мы Александре... Она в дороге, ей надо что-нибудь полегче, чтобы она... Я еще полгода буду в дороге. Так, а Косович у кого тогда? Малькель и Саша. Да, Саша, она в контакте, поэтому у нас есть удобные люди, и есть неудобные люди. Вот она неудобный человек. У нас иногда отдельно будет... Ну, в Скайпе, я надеюсь, все будут читать сообщения, поэтому будет, я надеюсь, проще в дальнейшем. Ясно, таблицы нету, в общем. Таблицы нет, потому что она не знает о существовании, будет даже таблица. А, Саша Малкель или как... Нет? Да-да-да-да-да-да-да-да. А, так я же внесла ее в таблицу. Ну вот. Она отвечает за Косовича. Ага. Окей. Ну, на самом деле так, значит, сейчас будем расширять кругозоры. Конечно, надо было бы Фриша дать, значит, Анастасии, но ничего, будем расширять кругозоры. Значит, так, кому... Так, кому интересен, значит, словарь из 8 тысяч слов? Кому интересен словарь из 8 тысяч слов? Признавайтесь. Это достаточно безобидно, поэтому... Как бы... Значит, принудительно хотите. Хорошо. Хорошо. Так, 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 так. Эта задача несложная. Здесь всего лишь нужен алфавит. Кто у нас, значит... Макс, чего жаждет твоя душа, скажи? Давай, давай, Фриша, я возьму. Все, бери Фриша, не прогадаешь. Хорошо. Так, идем дальше. Кудрявский. 160 страниц. Маленький словарик в конце. Это чисто будет как доп. нагрузка. Там будет еще какая-то основная нагрузка, но пока чисто, чтобы что-то начать. Это хороший словарик. Так уже словарей не составляют. У нас как аукцион. Кто выше... Кто больше дает, тот... Продано, да? Так, значит... Чего хочет Юля? Чего хочет Юля, скажи мне? Я могу взять, но если... Скажете, где? Скажу, скажу. Не переживай. Давай тогда, значит, Юля у нас пока отвечает за Кудрявского. Так, Инна, но вы у нас грамотей. Поэтому раз вы у нас грамотей, то есть специалист по грамматике санскрита, тогда, конечно, я вам не могу отказать в грамматическом очерке, значит, залезняка. Только я вас не слышу. Даже если вы материтесь, я об этом не узнаю. Хорошо, я возьму тогда очерк. Хорошо. Но вы же с ним как бы, ну, не испытываете какой-то сильный дискомфорт, помимо того, что он написан на инопланетном месте? Там какие-то конкретные разделы или что конкретно в очерке? Нет, мне бы хотелось, чтобы вы его весь пролистнули, хотя бы пролистнали. Понятно, что понять это невозможно, но хотя бы, чтобы вы знали, что где искать. Что где бывает. Да, ну и на самом деле, если посильно, то и конспект. Чтобы вы знали, что из конспекта соотносится с чем из очерка. Конечно, недосконально, но вот я говорю именно, хотя бы для начала на уровне суффиксов. Хотя бы на начале на уровне суффиксов. Хорошо. Записала, Олевтина? Инна Сомова, да? Да. Да. Да, записала. Хорошо. Мне просто очень плохо слышно, поэтому я перепроверяю. Хорошо, хорошо. Конечно, перспоряю. Юрьевич, вы все интересное сейчас раздадите. Нам на субботу останется что-нибудь? Интересное? Ты что? Только начинается. У нас есть такая справочная книга, как бы называется «Мифы народов мира». Кто балуется мифологией? Я. Если я еще пойму, я – это кто? Я – это, в смысле, Олевтина ты, что ли? Олевтина? Или кто? Кто такой я? Да. Ну, подожди, но тебя же не будет четвергам. А? Все, сейчас только четверговая, да? Ну, все четверговая, да, потому что что мы там… Что, мы оставим четверг в мифологию, что ли? Окей, хорошо, я не вмешиваюсь. Я люблю мифы, но у меня таких книжек нету. Это исправимо. Это исправимо. А так мифы я люблю. Я их не все знаю, но люблю. Отлично, давайте. Значит, тогда, значит, Марина. Это кто? Захарова. Марина Захарова. А, окей, хорошо. Отвечает за мифы народов мира. Так, идем дальше. Страшная вещь. Я ведь в тот раз никому ничего не давал, а в этот раз прям все. Я уже понял, что как надо. Уже была пуска, отладочная работа проделана. Теперь я понял, зачем я буду искать. Нет, вы сами можете искать. Так, 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 так. Так, ну, кто из вас знает фамилию Кнауэра? Андрей, не делай вид, что ты не знаешь Кнауэра. Я, что ли? Я, я. Ну, она есть же среди этих книг, да? Есть. Есть. Да, можно тогда взять, да. Тогда, значит, Андрей любит Кнауэра и Миллера. Андрей Денисов, да? Да. Так. Я надеюсь, что их любовь, его любовь будет взаимна. Кто ж их не любит? Так я просто. Так, я тебе выдам электронный файл, помимо книг, я тебе выдам файл с оглавлением, исходный файл, то есть, как бы, чтобы, ну, на случай, если там скриншоты делать или что-нибудь такое. Хорошо. Хорошо. Так, хорошо. Значит, помимо грамматики ведейского языка, соответственно, Анастасия отвечает за адхарваведу. Хорошо, что я не слышу, что она говорит, потому что микрофон выключен. Никогда не узнаю. Анастасия какая? Можно мне, адхарваведу? Ольга, Ольга, Анастасия, отдадим ей адхарваведу? Конечно. Смотрите, щедрая душа. Ура. Так, ну тогда, значит, ты поняла, какая Ольга? Я сломала. То есть, у меня фаснер и адхарваведа... Я сломала ваше видео, да. Фаснер и адхарваведа, да. Записал, Ольга, Анастасия? Да, фаснер и адхарваведа. Хорошо. Так, кто берет регведу? Я хочу. Ты хочешь? Я выдержу. Чем-то другим заниматься можно будет, кроме санкрипа. Подожди, сейчас растолкую, что ты сейчас хотел сказать. Регведу тебе можно, но, в смысле, что ты хотел после этого сказать? Наизусть не нужно ее учить будет. Нет, наизусть не всю, только выборочные места. Зачем тебе всю? Хорошо, хорошо. Да нет, ну что, все гуманно, гуманно. Гуманно у нас все. Ты чего? Так, значит, Анастасия отвечает за Елизаренкову и за Регведу. Ну, то есть, за дважды Елизаренкову. Да. Хорошо. Из тех, кто читает на английском, кто у нас балуется Пуранами? Ксюш. Я знал, Шива Пураны прочитать. Все, что связано с этим. Но я тебе говорю, да, ты готова взяться за Шива Пурану? С удовольствием. Ну, там всего две тысячи страниц, поэтому что там читать? Два вечера и готова. Хорошо, тогда пишем Ксения Шива Пурана. Две тысячи двести страниц. Ксения Румянцева, да? Да. Надо посмотреть, какие еще у меня книги вокруг есть, на столе или под столом. А ничего в астрологии нет? В астрологии? Ну, а что... Ты Альвтина сказала или кто? Нет, я еще не говорила. Я в субботу это скажу. Подожди, а кто сказал тогда? Это я, Ксюша. Ксюша, подожди, Ксюша. Подожди, Ксюша, ты только что загружена по уши в Шива Пуране. Как ты еще можешь о чем-либо думать после этого? У меня тот же вопрос. Нет, нет, сегодня он не актуален. Значит, сегодня он пока еще не актуален. Так. Ага, так, значит, кто у нас специализируется по панишадам? Мне кажется, что я вижу понятые... Как бы, я тут не могу понять, есть желание или нет желания? Ага, значит, Наталья, вы хотите... Вы считаете, что вы бы могли прочитать Сыркина, да? Ну, я могу попробовать. Давайте попробуем. Значит, тогда помимо Бэро... Ну, то есть у нас получается такое интересное сочетание. То есть у каждого будет, грубо говоря, две. Бэро — это чисто грамматика, а Сыркин — это чисто, опять же, получается... Скажем так, мифология. Ну, мифология, да. Хорошо, то есть тогда Наталья, она еще и у панишады. Алифтина записала? Записала. Хорошо. Так. Махабхарату, значит, в пересказе хотя бы Тёмкина и Эрмана у нас ведь все читали? Я в процессе. В процессе. Хорошо. Я не читала. Не читала. А как ты прочитаешь? Я не знаю, а на немецкой вообще есть полностью в Махабхарате? Есть, да? Три книги есть, да. Так, значит, теперь мне надо понять, какая книга основная сейчас для нас. Это я тебе сразу не скажу. Нет, подожди, у тебя так загружено. Нет, 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 тебе всё. Нет, ну неважно, да, мне читать? Не надо. Тебе надо, но нельзя... Ты сейчас не успеешь, просто, скорее всего. Так. Ну, хорошо. У кого есть пристрастие к Махабхарате? И он об этом ещё не знает. Но её надо будет читать за компом, единственное предупреждаю. То есть даже если есть книжка, то её надо будет читать за компом. А почему? А потому что нужно будет приготовить её для создания параллельного корпуса. Собственно, я вам покажу кусочек из третьей книги, чтобы вы видели. У нас идёт параллельный текст. Санскритский текст слева и русский перевод справа. И чтобы таким образом у нас было не только Ареня Капарва, а постепенные остальные книги, то нужно, чтобы кто-то любил Махабхарату. Потому что это не на пять минут тоже задача. Ну, я, когда вы писали в чате, что надо Махабхарту, я скинула себе хотя бы первую книгу на... На русском? На немецком, на кинды. И там задала Шива, и сразу все они вышли. Ну, это очень легко вообще. Если это хватит, только те места прочитать. Я понял. Нет, на самом деле, да, да, первая задача именно те места, но сейчас... Давайте так. Для меня только так. Я понял, да. Всё-таки из тех, для кого с русским языком легче, чем для Виктории, которая давненько, видимо, не имела необходимости общаться на русском, кто всё-таки готов поработать? Пока неизвестно над какой книгой, но именно над Махабхаратой. Например, я пока ещё не слышал голоса, 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 сейчас скажу, Алены. Алены я, например, ещё не слышал. И я не знаю, чего в жизни хочет Александра. Которая не та, которая уже получила то, что хотела. И я даже ещё не знаю, чего она хотела, но уже получила. Чего хочет? Да, чего хочет? Да, чего хочет Алены? Я не знаю, да, насчёт Махабхараты, в принципе, есть интерес. Но я больше всего заинтересована в чтении июрведических шастер. А, июрведических? Да. А что вы уже читали? Что я уже читала? Я всё читаю только в переводе, конечно же. Аштанга Хридая, Амадова, Нидана, Чарск. А вы, в смысле, дружининскую аштангу читали или какую? Нет, я, в смысле, английские тексты. А, то есть вы по-русски, в смысле, не читаете? По-русски Аштанга Хридая? Нет, но дружинин перевёл там две главы, насколько я... Нет, ну он уже сейчас перевёл почти всю, точнее, он всю уже первую перевёл, просто она не опубликована. Не важно, хорошо. Не издана, да. То есть у вас интерес аюрведический? Да. Понятно. Ладно, надо подумать тогда. Алифтина, запиши, пожалуйста, значит, что-то аюрведическое. Я могу отдать. Я могу отдать эту. Фроли? Да. Кстати, кстати, может быть и так. Короче, ладно, тогда подумайте насчёт фроли. Если что, в общем, Алифтина, ставь вопросительный знак насчёт аюрведического. Придумаем что-нибудь аюрведическое. Пока сходу не соображу. Так, хорошо. И всё же, всё же, всё же, всё же. Может быть тогда, пока мы не придумали ничего... Вы вообще, значит, у компьютера бываете? Или вы всё время в пути, Ален? Я бываю, да, у компьютера, конечно. Ну, давайте пока мы не дойдём до аюрведических, скажем так, вещей. Давайте всё-таки попробуем с Махабхаратой. С Махабхаратой. А вот вы имели в виду, что нужно быть у компьютера, это нужно... Это нужно прочитать её, сидя за компьютером. То есть с монитором. С монитором. Это возможно? Ну, да, да. Тогда давайте, пока не уточняя какую книгу, когда я говорю Махабхаратой, я не имею в виду все 18, а всего лишь 17. Ты уже да, надеюсь. Да, всего лишь 17. Потому что одна уже обработана. Вот. Поэтому я просто пока не знаю какую, тогда прошу Алевтина записать, значит, Махабхаратой. Помимо Айрвед... А, это кто? Алена Черинова? Алена Черинова, да. Махабхаратой и Айрведой. А Рамаяну? Кто-нибудь пылает страстью к Рамаяне? Какие же вы бесстрастные? Шурбаны, можно сказать. Понятно. Так, значит, чего хочет Александра? Ты мне вот что расскажи. Что там, потому что вечно в пути? Что ты реально можешь? Ну, какой-то электронный файл получается. Ну, вот я на следующей неделе отсюда улетаю. То есть, я не знаю. Я буду там в Москве три дня, потом в другом городе. Я понял, понял. Да, больше трех дней не бываешь в одном городе. Хорошо, понял. Я бываю. Я буду, я потом вернусь опять на Синай и буду еще месяца два здесь на Синай. Я все понял, понятно, да. В Египте. Да, да. В Египте. Синай. Клах. Так, Ксюш, ты лови ее, называется, и хоть посмотри, хоть ты посмотри на нее, как она, серьезный вообще человек или как. То есть, это вы в Шарме? Нет, я в Дахабе. Ага, окей, понятно. Просто я в Каире. Очень приятно. В общем, ты хоть посмотри, она вообще, вот она будет это делать? Это далеко, это очень далеко. Ты оцени хотя бы, она будет вот это делать, то, что мы сейчас зададим, или нет? Ты хоть посмотри на нее, я же не могу посмотреть. Я только вижу ее так, чуть-чуть, краем глаза. Я не могу понять, она серьезная или шутит? Хорошо. Так, что тогда, что вам интересно, Александра? Какая область? Мне все интересно. Мне и Рамаяна интересно. Хорошо. Но я не уверена, что я смогу. Я просто, в чем вы не уверены, что вы у компьютера или в чем? Да, что я у компьютера. Я понял, да. Хорошо, ну давайте пока поставим под вопросом Рамаяну тогда. Под вопросом. Я подумаю, воплотимо ли это. Ну, то есть, скорее всего, тогда вам будет что-то повествовательное. То есть, не сильно обременительное, чтобы в пути это можно было почитывать. Тогда, значит, пожалуйста, Левтина, отметь, что-то, напиши, там, не знаю, повествовательное, там, в скобках Рамаяна, как вариант. Это Андронова Александра, да? Так, теперь кто у нас обладен, внимание. Кому мы не дали. А, а вы потом файл, что Пуран, пришлете, да? Пришлю, все пришлю. Кому не додали, и он испытывает, как бы, вот дискомфорт, что ему мало дали, или он еще не знает, что ему дали. Ну, в общем, что, есть какие-нибудь еще пожелания? Март Сергеевич, я, видимо, тогда сваливаю на субботу, я так понимаю. Да, да, я исхожу из того, что ты сваливаешь на субботу, потому что я, ну, я против. Нет, я посмотрел, на 4 часа вы все-таки решили проводить. Ну, я попробую. Если мои соседи не спустятся сверху вниз, то, в принципе, почему нет? Или если жена не зайдет со сковородкой, то посмотрим. А это кто на субботу? Вячеслав. Бывается, Вячеслав. Ну, все, я тогда ушел. А, окей, хорошо. Да, Вячеслав, давайте тогда вы... Потому что как раз... Да. Всем пока. Ну, вы поняли и настрой, так что думайте о том, что именно вы выберете для... Да, я подумал. За что вы будете крайней? Да, что я вывезу, то и выберу. Да, вот реально, что вывезете. Все, тогда до свидания, Вячеслав. Все, всего доброго, до свидания всем. Вячеслава, значит, Алевтина тогда переносим в... 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 В субботу. Все. Я уже переносла. Отлично. Так, значит, кого недолюбили? Да. Нагрузка у вас не одинаковая. Не одинаковая. Но чтобы ее понять, надо присмотреться и попробовать с этим начать работать. Чтобы уже если потом, мы скорректируем. Значит, это путешествие длиной не меньше 7 месяцев. Не меньше 7 месяцев. Это чисто когда я на калькуляторе считаю. А в жизни бывают некоторые поправки. А еще вот нет, Лусина Ольга, она есть или нет? Она, сейчас ее нету, но я ее хорошо знаю, поэтому узнаем, что с ней якобы, да. То есть якобы... Если она хотела четверг, то, в общем-то, я думаю, что она впредь сможет. Она как раз тоже серьезный сторонник ведийского, всего ведийского. Больше никто у нас не потерялся, да? Все остальные есть? Так. Мари... Нет. Мари Йонцевой нету, Кати нету. Йонцева, значит... Да, она будет. В смысле, ее я держу под контролем. Кто еще, кроме Йонцевой? Ну, Кати нету. Ну, Кати же понятно. Кати сегодня просто занята, да. Так. Вроде так. Это записала. А когда они придут, что мы им дадим? Хорошо. Ты хоть запиши тех, которых нету, чтобы я подумал, что им дать тогда. Хорошо? Ну, только... Тут же просто в списке сразу уже отмечено. Нет, нет. Давайте это сразу выпиши. Просто кто без ничего. Просто чтобы к следующему разу, чтобы я уже придумал заранее. Я скриншот сделала скайпу, кто сегодня есть и кого нет. Ага. И как... Ага. И как я пойму? Вот, например... По скриншоту просто там написано... Да, да. По скриншоту. Вот по этому желтому, значит, дороге... По этому желтому мостику, значит, мы помимо того, что есть имя ВКонтакте... Имя в Фейсбуке, имя в Скайпе, имя в жизни, какой-нибудь никнейм еще. И теперь я еще буду запоминать картинку. Какая у кого аватара где? То есть еще умножаем на два. То есть, в общем, 12 сущностей. Я буду помнить про каждого. Да, еще Юлия Тополя. Вот тут тоже нету... Юлия у нас есть. Юлия у нас тут есть. Юлия есть. А, ей ничего не давали еще? Вот я не помню. Давали или нет? Кудрявского. Кудрявского дали? Нет. Кудрявского, значит, я... Пока маленькая задача, но мы же пока ее не знаем, поэтому... Так, Кудрявский, да? А то я вылетала, наверное, я не слышала. Так, ну тогда остается только... Так, кто это? Так, а Ольга Онищенко, ей давали что-то? Я, кажется, даже не знаю. Не знаю, не вижу ее, и, соответственно, ее не знаю. Ее, наверное, нет. Пиши тогда вопросительный знак. Вот. Окей, ну а так вроде всем все дали. Хорошо. Ну, на удивление, скайп не отваливается. Единственный противник скайпа – это Алифтина. Но, собственно, она, сжав зубы, будет его терпеть. Я ему... Ну что ж, карма такая. Я его ненавижу. Ну... Да, ненавижу. Я понимаю тебя, да. Ну, тем не менее, тем не менее. Хорошо. Так. Ты знаешь, чтобы хорошо сделать работу, сперва надо разозлиться. Вот. Поэтому и в хорошем, добрым настроении ничего не получится. Чтобы получилось хорошо разобрать, надо разозлиться. Так, естественно. Так, 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 так. Пожелания, вопросы, уточнения. Вы хотите спросить, что это будет? Я сам не знаю, что это будет. Но я это один раз уже проходил. Поэтому сильно... Если все пойдет вообще как-то не так, то я знаю, куда возвращаться. То есть, какой-то базис у меня есть. Вот. Но как будет в этот раз, я понятия не имею. Какие-то вопросы? Значит, те, кто у нас не очень читает Деванагри, им придется это освоить. Но я надеюсь, недели за две. Еще один вопрос. Значит, скоро лето. Насколько вы настроены заниматься летом? И когда у кого начинается лето, опять же? То есть, я настроен по-боевому. Но вопрос в том, насколько вы настроены. А сейчас Рамадан начнется. А Рамадан что означает? В смысле, интернет отключают в Египте или что? Нет. Ну, вот, а в Рамадан просто обычно здесь все по друзьям вечером. Только ты, значит, опять же, вот с микрофона, видите, вот я к Ксюшу очень хорошо к ней отношусь, но микрофон у нее лежит вот так, и я ее не слышу. Я говорю, что здесь просто принято в Рамадан по гостям ходить. Но я особо не ходок, но могут позвать. Ну, понятно. Вот. А Рамадан это на сколько у нас? В начале мая вообще. У нас уже начали всякие прибамбасы продавать. Понятно. Хорошо. Ну, давайте, кто что скажет. Какие планы на лето? То есть, какие-то дни, ну, в теории, мы можем там переносить на вторник или какой-то бой. То есть, мы можем время... Мне бы хотелось закрепить четверг и это время, скажем так. В каких-то экстренных ситуациях, конечно, что-то будем переносить. Пока непонятно куда, потому что мы еще не знаем друг друга. Я в августе в отпуске. В августе недоступны. Хорошо. Вот Виктория недоступна в августе. Кто еще когда недоступен? Заведомо. Я уезжаю на майские праздники. Так, Марина в майские. И с 14 по 24 июня. Но потом еще куда-то когда-то поеду. Хорошо. То есть, тогда давайте отмечать вот в той табличке, которую Алифтина сделала. Давайте так тогда. К следующему разу все отметят, что заведомо им не подходит. В смысле, что невозможно. Понятно, что будут корректировки, но исходя из большинства и поймем. Наша встреча растягивается на несколько лет. И все-таки вот на эти мои абстрактные 7 месяцев, которые, в общем, я не знаю, чем закончится. Понятно, да? То есть, как бы каждый пусть напишет четко какой-то интервал, когда он уже точно знает, что он ничего знать о санскрите не хочет. Ну или хотя бы тихо почитывать Махабхарату и делать выписки. Ой, а еще Максим Бобров, он есть здесь или нет? Да, есть. Да, 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 есть. А ему что давали? Фриша. Ему по голове бы хорошо дать, потому что он домашку перестал делать, но... Нет, не перестал, просто я от вас отстал уже. Понятно. Короче, да. Я надеюсь, что он не пропадет. А меня не будет на майские. Это я помню. В общем, это все, пожалуйста, тогда выпишите в таблицу. Кто еще? Марцис Юрьевич, у меня вопрос. У меня вопрос. Да, Инна. А вот вы говорите читать, а выписки какого рода делать? Что именно выписывать? Что выписывать? Напомните, что вы читаете, Инна? Нет, ну у меня вот очерк и конспект. Очерк. В вашем случае, смотрите, я вам дам вордовский файл очерка, поэтому выписывать в вашем случае означает ctrl-c, ctrl-v. Или же выписать просто номера параграфов. Например, суффикс «ана» или суффикс «ка» встречается в каком параграфе или на какой странице. Вот что в вашем случае означает «выписывать». Не переписывать, конечно, текст. Он есть в вордовском файле. То есть для поиска у вас будет вордовский файл. Вы нашли по ворду, открыли бумажную книгу и себе отметили, скажем, чтобы было удобно. Понятно, да? Нет, а я еще, знаете, хотела спросить. Например, если я буду что-то еще читать, вот выписки какого рода тоже делать? Вы видели, может быть, кто-то из вас видел вот в ВКонтакте, в Фейсбуке посты, которые делает Даяна. То есть она читает книгу о Пуранах и делает там абзац 2. Видел кто-нибудь? Ну, я видела, да. Да, ну вот такого формата. Ну, это какие-то тематические или что вот это? Это как-то должно пересекаться с нами. Вот с нашей темой, то есть это… Ну, да. Да, то есть мне бы хотелось, чтобы вы не просто читали книги, какое бы то ни было количество, чтобы вы делали выписки. В каком-то случае это будет просто Ctrl-C, Ctrl-V. В каком-то случае, значит, так как вот сейчас обучается Анастасия, значит, у нас есть PDF. Мы загоняем его в программу Abbey Fine Reader. Вместо картинок получаем текст. Потом уже текст ручной можем отредактировать, но просто каждый раз мы заново ничего не печатаем. Да, чтобы вы понимали, что никакие большие объемы текста от руки печатать не надо. Это мартышкин труд, так делать не надо. А когда текст там какой-то разовый, ну, соответственно, или не сканированный, то, ну, наверное, проще от руки набрать. У меня примерно такой же вопрос. Вот читать, у меня же, как это, в роли, и там про шивы, наверное, ничего не будет написано. Там про шивы ничего не написано, но про то... Да, кто читать? Я надеюсь, что там написано про тэджас, оджас, что там написано про питту и капху. А это все в наше поле. Ну, есть же лучшие источники для этого, чем про... Давайте так, ну, по-хорошему, конечно, значит, Виктория, мне вам надо было дать о штангах Рдаю, Чараку и Сушруту. Соответственно, каждый по себе домнику, это как бы три основных, да, плюс три дополнительных, да, там еще вот такие по себе... То есть, по-хорошему, конечно, надо было задать вам шесть книг, то есть на их штудирование ушла бы оставшаяся часть... Кстати, есть хороший справочник по Айрведе, называется Химмл, Химмл. Вы уже говорили, он же недоступный. Вот, я его вам дам. Ну вот, лучше, наверное, так. Вот, запиши, значит, Алифтина, запиши тогда, что помимо Майерхофера, она отвечает за Химмл. Нет, я просто хочу спросить... За кого отвечает помимо Майерхофера? Я записываю, любой вопрос наказуемый, я приветствую любой вопрос, но, наверное, с другой стороны наказуем. Да, что ты хотела сказать? Виктория, это Виктория. По-моему, одна только здесь, Виктория. Вроде да, ты уникальна. Я просто хочу спросить, что если вот я нахожу лучший источник для, ну как, самостоятельно... Отлично, нет, ну как бы я же не возбраняю, просто есть прожиточный минимум, скажем так. Конечно, конечно, просто мне интересны мои познания айрведические, потому что на самом деле пересечений очень много. Хорошо, даже не знала, хорошо, что попала сюда. Я уже не знаю, хорошо или нет, но ты попала, понимаешь? Хорошо или нет, покажет время. Маркс Юрьевич, а с легендами что делать? С легендами... В каком плане что делать? Не совсем понял вопрос. Что к занятию надо делать? Я вот тоже пока не понимаю. Вот Инне, вы объяснили, ей надо будет пролистывать и писать, где чего. Мне тоже нужно будет пролистывать и писать, где будет... Значит, во-первых, это все... Значит, у вас будет бумажная книга чисто для своего удобства, скажем так. Психологического комфорта, чтобы каждый раз... Ну, то есть... Мифы есть в оцифрованном виде, но они оцифрованы с неточностями. Чтобы их исправить, и нужна бумажная книга. Ну да, я уже нашла, на Азоне есть. Закажу вот прям ровно такие, как вы показываете. Ну вот, или на Алиби, посмотри, потому что на Азоне бывает дорого. Ну, надо посмотреть просто, чтобы не было переплаты. Сколько там цена? Две с чем-то, по-моему. Ну, две нормально. Если это за два тома, то это за такую книгу нормально. За два тома, да. Тогда нормально. Ну, можно... Вы понимаете, да, что любая книга доступна на Алиби. Все, проживающие в России, понимают, что есть крупнейший букинист Алибру, да? Вот знаете, мировое дерево топорого нигде не могу найти. Ни первый, ни второй. Потому что уже Катя скупила один. И Мария скупила второй. Понятно, они уже вымели все, что было. Поэтому неудивительно. Неудивительно. Что с мифами-то делаем? С мифами что делаем? Ну, собственно, надо будет... У нас сегодня нет Анатолия. С помощью Анатолия он тебе покажет, как отобрать все индийские мифы из этой книги. Ты сделаешь на основе мифов народов мира подборку именно индийских мифов. Ну и начнешь их сама для себя читать, просто чтобы понять, а что с кем, кто с кем пересекается. Там же указывается в мифах, указывается источники. Можно будет поиграться в поиск этих источников. Хорошо. Я примерно поняла. Вопросы будут по ходу, буду задавать. Разумеется. Будут десятки, я надеюсь, сотни вопросов, конечно. А по Куранам что мне выписывать? А там в конце есть оглавление. И ты посмотришь, как это оглавление пересекается с нашим списком имен. Собственно, это будет первая задача. Что я еще хотел сказать? Так, кто любит этимологии и читает легко по-русски? Есть еще одна книга, которую я забыл. В принципе, я люблю этимологию. Ольга, да? Да. Ну давайте, тем более, ваше пристрастие к фастмеру должно, значит, хорошо. Эта книжка, сейчас я скину ссылку на нее. Ее надо будет заказать. Она стоит совсем недорого. То есть рублей там 200. Сейчас я скину ссылку. На самом деле, было бы хорошо, если у всех была бы эта книга. Да. Было бы хорошо, если бы у всех, ну, по крайней мере, те, кто в России, скажем так, чтобы без переплат за доставки и прочие страшные вещи. Вот эту книгу я советую вам всем. Книга написана для детей. Вот тогда Алифтина пишет, что Марина отвечает, точнее, Марина, не Марина, Ольга отвечает за откупщикова. Ольга Соловьева. Да. Отметим. Она у нас будет лингвистическое, так сказать, крыло. Это хорошо. Это очень хорошая книга. Она объясняет на примерах не санскритских, хотя там есть и санскритские примеры. Она объясняет, как развиваются языки. Это крайне интересно, крайне интересно. Я бы хотел, чтобы вот на основе, то есть там будет много примеров на основе русского языка, но на самом деле они пересекаются с санскритскими. Ну, например, пассивные причастия прошедшего времени. То, как они образованы в русском, они также образованы в санскрите. Так же. Но я не видел ни одну книгу, где была бы эта параллель указана. При этом они образовываются одинаковым образом. Но это не очевидно. Когда вы изучаете санскрит, вам кажется, о, санскритские санхи, а не только в санскрите. Конечно, в русском языке не бывает санхи. Когда вы изучаете фонетику, вам кажется, что нет пересечения. А пересечений гораздо больше, на самом деле, чем сперва кажется. Вот, поэтому от Купченкова советую всем. Стоит он буквально 200 рублей. Почта будет еще 100 рублей стоить. То есть это просто, ну, это копейки, но это такая полезная. То есть, тем более, если у кого есть дети, то это такая книга, которую я советую иметь. Иметь, иметь, иметь. Хорошо. Так, это я вспомнил. Так. Хитопадэшу, панчатантру. Кто из вас читал? В русском переводе. Кто у нас сторонник Александра повествовательной литературы? Кому нравятся басни? Саша, не стесняйся, я же вижу, что тебе нравится. Ты сдерживаешь себя, да? Из последних сил? Тем более, понимаешь, рядом с тобой живет их переводчик. Ты понимаешь, что если у тебя возникнет непонятное место, то ты можешь... Нет, в Иерусалиме. Он уже в Иерусалиме. Да, он есть в Иерусалиме. Ты можешь смотаться туда и спросить его, а как вот это место переводится, понимаешь? У нас, я так понимаю, присоединилась Ольга Анищенко, нет? Да, я надеюсь, что это и так, да. Я тоже показал, что я видел ее. Март Сырич, а кто у нас в Иерусалиме? Сыркин. А, не может быть. Он живет чуть ли не в соседнем дворе у тебя. Вау. Это сюрприз. Понимаешь, Ольге приходилось его ловить в Питере. И она его поймала. Ольга, ты включи звук. Да, я забыла, что я включила. Да, было такое. Был пойман. Ну, хоть расскажи, ты была рада этому, или ты хоть, ну так, в двух словах. Ну, я не от неожиданности и впечатлений, даже не знала, ну, куда эмоции свои девать. Когда встречаешь таких зубров, ну, причем абсолютно неожиданно, ну, я просто не знаю. Было очень интересно. То есть, ты мычала просто? Не, ну почему? Мы там... Расскажи, о чем? Что было? О чем? То есть, в двух словах сейчас скажу о Сыркина. Сыркин – это последний динозавр на Земле. Ну, на Земле осталось там два-три динозавра. Так вот, Сыркин – это один из них. То есть, Упанишады – это его перевод. Камасутра, да? То есть, жаль, что вас никто не захотел взять Камасутру, но можно было. Значит, и... То есть, одна из первых работ – это Панчатантра. То есть, Панчатантра, он переводил афоризмы. То есть, субхашиты. То есть, есть такое направление у нас, хотя вы давно уже ничего наизусть не учите, но неважно. То есть, этот человек просто, как бы, другой формации. Его формацией была Елизаренкова, которой уже нету, Топоров, Иванов. То есть, выдающийся филологи. То есть, он из другого века. Но он живее всех живых. У него острый ум. И, ну, собственно, вот предисловие. Итак, Ольга, что вы узнали нового, чего нельзя прочитать в книгах, я не знаю. Ну, честно говоря, не столько мы говорили, сколько расспрашивал нас, как имя, отчество Сыркина, еще раз. Александра. Фамилия. Ну, в общем, да. Пускай просто Сыркина. То есть, он был заинтригован, что есть какая-то группа, которая учится удаленно. Он нас расспрашивал, как нам это удается. И было ясно, что он плохо это себе представляет. Ну, то есть, как бы, хорошо, ну, какую-то историю из жизни, или что-нибудь просто вот так вот. Ну, вот, чтобы, чтобы Саша поняла, что, в общем-то, ей пора завтра уже, как бы, собственно, я дам ей номер телефона, чтобы она понимала, что делать завтра, в смысле. Ольга, вы потерялись. То ли скайп, то ли микрофон. Оля, Ольга, 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 Ольга. Я вас не слышу. Ольга, Ольга, Ольга. Ну, вот, мы сейчас прослушаем самую интересную историю. Все, что я рассказывал, это так, фигня. Ольга, вас не слышно. Ну, как же она мне не верит. В общем, Саша, я надеюсь, что ты даешь до Сыркина до того, как он в июле, кажется, будет в Питере. Потому что он на самом деле не очень общается через компьютер. Ольга, вас не слышно. Ну, как я могу сделать? Ну, вы понимаете, что мы сейчас прослушаем историю века, и мы никогда ее не слышим. Так, как же ей дать знать? Даже не знаю. Ну, хорошо, никто на нее не обращает внимания. Эх. А может, она нас слышит? Нет, нас тоже не слышит. Алло-алло. Я могу попробовать ее сейчас выбросить, и она, возможно, а, нет, она, возможно, обратно не сможет выйти, если я выброшу ее. Так, ну, вот как так? Вот что это, скайп? Вот сейчас, Алевтина, ты этого не слышишь? Ты не видела, что скайп не работает? Ты этого не видела? Так. Возможно, она и не слышит нас тоже. Ладно, я даже не... Вот, увидела, наверное, увидела. Ольга, вас не слышно. Итак, значит, Саш, дело в том, что просто он не очень общается через компьютер, и ему легче вживую, поэтому, если ты не сильно далеко, если у тебя нету супер важных дел, то, на самом деле, в ближайшее время хорошо было бы к нему сесть. Это будет для нее приятный сюрприз. Ты подготовишься просто тогда, прочитаешь Панча-тантру, схитопадеши, и у тебя возникнут вопросы, я надеюсь. Хорошо? Вот. Так. Да. Хорошо. Что еще? Что еще у нас? Какие у нас неясности? Вопросы. Или вам кажется, что все понятно? Нет, мне непонятно еще. Как вот будет проходить? Вот сегодня мы там организовались, что-то надо будет подготовить? Или просто? Да. Во-первых, значит, у вас есть аудиофайл. Значит, и, соответственно, вы его слушаете, и мы будем его рецитировать. Как я уже сказал, мы будем разбиты на единицы по пять штук. Пять человек. У нас получится предположительно три боевых единицы. В этой маленькой группе мы будем тогда заучивать? Да, в этой пятерочке. Каждый будет в своей пятерочке. Вот. Заучивать. Это раз. То есть, как бы, будем рецитировать, это раз. Будем разбирать, два. То есть, как бы, как именно? Я придумаю, за неделю я придумаю, как именно. Ну, грубо говоря, в общем, начинайте уже скандировать. Да, Ольга, сбой не то слово. Да. Я хотел вас послушать и так вот. Вот. Держаться, Ксюш, держаться. Так. Не показывай, что ты думаешь о нас. Так. Так, так, так. На самом деле, конечно, надо будет сделать так, чтобы после вас остался какой-то след в виде текста. То есть, чтобы помимо того, что мы будем проговаривать, чтобы это было как-то письменно зафиксировано, да? Вот. Ольга, теперь скажите слово. Нет. Не хочется. А можно будет, вот я тоже подумала как-то, но это же будет, слова надо собрать. Правильно. А ты скажи, как на любом языке, который тебе удобен, я пойму. Ну, есть же копирайт. Да. Значит, копирайт относится, копирайт относится даже по всем строгим немецким законам. Это означает, что ты не можешь использовать большую часть, но для цитирования это ты можешь. Иначе, как бы писали с диссертацией? Я не имею в виду копирайт с книжек, да, это можно же подписать, откуда вы это. Я имею в виду вот то, что группа создала, есть же какой-то копирайт. Ну, как же, мы же все вместе придумывали. А, ты имеешь в виду коллектив авторов? Да. А я бы, как, вот я бы хотела бы тоже часть перевести на немецкий, вот, ну, может, кому-нибудь пригодилось. Я тебе понял. Ну, как бы, это хорошая идея. Коллектив авторов, это звучит здорово, ну, то есть, да, давай, ну, как бы, для начала нам надо, как бы, друг другу приноровиться. Я говорю, надо разделить так, чтобы и сильные, и те, кто только начали, были примерно, ну, как бы, чтобы пятерки были не то, что вот у нас сейчас вот кувалда, вот боевая, вот пятерка, и все, и все остальные, значит, плетутся хвостом. То есть, что-то было равномерно. Да. Не, ну, а можно так будет, да, что если... Я не знаю, возможно, я затрудняюсь сказать, я же не знаю... Никто не будет против, если там взять эти... Никто не будет против. Я не знаю, чем эта авантюра закончится, в смысле, завязала ее Алифтина, да, то есть, как бы, если что, если что-то не так, то вот к ней. Хорошо. Понятно. Потому что в Германии это очень такой... Не, не, понятно, не, в Германии, да, и даже в Америке, в Великой Британии, в России, ты же понимаешь, копирайт, ну, подозревает о его существовании, ну, так, туманно, туманно. Догадывается, но не более того. Не, ну, когда я издал книги, я стараюсь, как бы, все, чтобы было по-хорошему, я не стараюсь, не нарушать, если известно, где находится автор, вот поэтому тут. Что еще? Хорошо, если, давайте так, остался ли какой-то организационный вопрос, ну, который вроде был, и мы не обсудили его вслух. Ну, я думаю, Алифтина нас разделит потом, да, на группу, а не надо. Нет, мы уже, а нет, это я уже буду резать, резать буду я, потому что я хотя бы кого-то из вас знаю, а тех, кого не знаю, как раз буду равномерно распределять, потому что я вас не знаю. Марцис Юрьевич, а вы еще... Вы же вроде поделились. Нет, мы поделились на две группы, Алифтин, а теперь внутри каждой группы будут еще подгруппы. А, все, поняла. Марцис Юрьевич, вы вот еще говорили о том, что будет список литературы полный. Конечно. Вот хотелось бы его увидеть. Конечно. Посмотри в мои честные глаза. И мне того же хотелось. Но не сразу. Не сразу. Ну вот начнем читать понемножку. Я... А что, еще что-то надо будет читать? Не-не-не, что ты, что ты, что ты. Как я могла так подумать? Еще раз честные глаза посмотреть надо. Да нет, но я не буду вас загружать по самые уши. Зачем? Ну, просто, просто два часа в день. Еще же домашка есть. Конечно. Конечно. Вот. Так, тогда хорошо. Значит, с организационными вопросами понятно, что мы еще ничего не знаем, как будет, но, значит, я жду от вас отписки, кто, когда, чего не может, какие поездки уже запланированы. Это раз. Значит, два. Я-то вам сейчас красиво сказал, кто за что отвечает, но вам нужны и книги, файлы, а следовательно, надо этого добиться. Можете попробовать писать мне напрямую. Можете попробовать писать в групповом чате. Можете попробовать писать о Левтини, который будет писать мне. Ну, в общем, все методы дозволяются. Пока вы не получили то, что хотели, не расслабляйтесь. У меня уже все есть. Тебе повезло. Тебе повезло. Кому-то повезло меньше. Кому-то придется иметь дело со мной. Вот. А я буду говорить, да, да, конечно, конечно. Так, что еще? Хорошо. Организационных вопросов, Алифтина, у нас не осталось, наверное? Нет. Тогда я бы хотел, чтобы каждый из вас сейчас, опять же, вот эти, вот я говорю, каждый из вас, а теперь каждый будет думать, а кто же имелся в виду? Тогда я предлагаю, помимо того, что у нас будет пятерки, у каждого будет свой номерок. Ну, то есть, например, там, восьмой на выход. Чтобы мы долго не думали, там, у нас сегодня такая Виктория, есть вторая, нет второй, единственная, единственная, то есть, в общем, шестой выступает. Ну, в общем, как-то подстраховаться номерами. В общем, давайте так, я тогда буду называть, просто я не каждый раз. Виктория Юрьевич, ну, я же говорила, как заключенная. Что-что? Что ты говорила? Олевтина, повтори, не расслышал. Вот, я никогда не услышу, что Олевтина сказала. Ладно, пока Олевтина, значит, проявится снова, тогда я задам вам вопрос, на который я хочу, чтобы каждый из вас ответил. Я не делала в виду, что, как заключенная подмирала. Как заключенная, да. Подожди, ты же видела эту самую проволоку, когда я выходил в это самое? Ты же видела башню староживую проволоку? Разве ты не видела? Мартис Юрьевич, мало того, что вы меня в темное занесли, так вы сейчас еще мне потом и номер присвоите. Нет, подожди, ну, я тебе могу, ну, как бы, какой-то красивый номер присвоить, как бы, чисто по блату. Чтобы это не смущало тебя. Я надеюсь, не три шестерки. Ну, семерочку могу для тебя припрятать. Я могу шестерочку взять, у меня там дорогие шестерки. Я просто к тому, что надо, чтобы мы минимально время тратили на то, чтобы думали, кто есть кто. Фамилия еще есть, вообще-то. Фамилия? То есть, вы прямо хотели, чтобы я говорил, Захарова, на выход. Ну, это, наверное, лучше, чем пятый на выход. Ну, ладно, хорошо. Попробуем. Может, каждый себе придумать имя Бога, например. Не-не-не-не, так, скромнее, скромнее, надо быть скромнее. Значит, хорошо, по фамилии попробуем. Либо, если по именам, там, кого подвое, как-то, можно сказать. Подвое, вроде, здесь никого нету, просто я, ладно, попробуем. Тогда просто по именам, если по именам. Попробуем просто по именам, хорошо. Попробуем. Да, лучше по именам, а то как-то, ну, что, семерка там, восьмерка. Ладно, ладно, пошутил. Хорошо. Просто по именам. Две Ольги. Вот, вот, а что делать? Соловьева и и, 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 и? Одна Ольга, вторая Олечка Определитесь кто Меня нужно переименовать в Манишу А тогда я вот запутаюсь окончательно Тогда будет значит Тогда вот все Тогда я просто буду Нет, тогда лучше Ольга, Олечка, у меня в одной группе было И я путался, помню Поэтому я не уверен, что это хороший вариант Ладно, придумаем что-нибудь Что я хотел сказать сейчас Хорошо, ладно, тогда буду сейчас вызывать по именам Кого я знаю по именам А потом те, кого я не назвал, сами вызовутся Итак, значит под конец Нашего оргсобрания Я бы хотел задать вопрос Собственно Ответ на который Я бы хотел, чтобы Левтина, ты готова записать то, что они скажут? Пожалуйста А много писать надо будет? Нет, нет, будет краткий протокол допроса Не вопрос Намираем, потом присвоим Чтобы они не стеснялись Так они как-то Лично как-то очень воспринимают Они дорожат своим именем Значит, задам вопрос На котором Можно емко Ну, скорее нужно емко ответить Чем развернуто Значит, о вашем представлении Значит, исходя из этого Я в следующий раз начну Собственно, следующее Наше первое занятие Значит Я хочу от вас услышать Определение Вы понимаете, как строятся словарные статьи в словарях? По какому принципу? По алфавиту Алфавит Это как они между собой упорядочены Это Это Макросистема А микросистема Вот внутри словарной статьи Вы понимаете, как словарные статьи строятся? Вы нам говорили, что фриш Оно строится по одной системе Кочеркиной Это Это опять же макросистема Потому что То, что я говорил Фриш Это там удвоение согласных Это такие вопросы формальные А я говорю Более такие Ну Внутренние Ну то есть Внутренние То, что Как определяется само слово То есть Как определяется само слово Да То есть Какова схема Определения слов В словарях? Вы задумывались? Над этим вопросом С чего начинаются Словарные статьи? Ну А определяется Сначала дается прилагательное Мужской род Нет? Нет Это грамматическая характеристика А после этого? Ну А определение Да Значение Ну Например Смотрите Вот есть сандалия А есть башмак А между ними Есть отличия? Есть В написании Да Общее есть? Нет В написании В смысле? Нет В смысле В смысле Смысловое тоже есть Общее есть? Общее тоже Что есть общее между ними? Это обувь Если я скажу Сандалии, обувь и башмак обувь Этого достаточно для нас? Нет Нет Значит Общего недостаточно Общее есть Значит Интересно что? Описание того А описание строится на чем? На? Синонимах Наверное Не А описание В словарях Только во Маракоше Строится на синонимах А в нормальных словарях Строится не на общем А на? Частностях Отличиях Частностях Да Следовательно Сандалия Это Летняя обувь Открытая Открытая обувь Хорошо Этого достаточно А башмак? Башмаки закрытая Вот Вы понимаете Что такое определение? Определение Должно быть достаточно Чтобы из Разного Из Изобилия разных вещей Я мог бы Идентифицировать Именно эту Да? То есть если вы скажете Что В общем Дважды обувь Мне легче этого не станет То есть Что делал Что делал Аристотель Он сказал Что значит Человек Это курица Без перьев Да? Вот Оказалось Что это определение Недостаточно хорошее Вот Я к тому Что надо Выделять характерное Выделять характерное В общем Тогда у меня К вам просьба Ну Посмотрите Словарь Не знаю Даля Хотя вы полистайте Дома Посмотрите Как он дает Определение Посмотрите Словарь Даля Толковый Толковый Русско Русский Словарь Даля Например Как он дает Определение Вот Потому что Вы сейчас Дадите Экспромтом Определение А потом Дома Обдумаете И скажете Есть ли у вас Что дополнить Или вы В общем-то Так и думаете Как и сказали Хорошо Тогда начнем Значит Я задам вопросы Буду значит Поочередно Всех вас По именам Называть Ну хорошо Марина у нас смелая Поэтому терять ей нечего Итак Значит Вопрос На который я хочу Услышать ответ От всех Значит Шива Это Дальше Многоточие Шива Это Махадев Верховный бог Все Достаточно 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 Алифтина Запиши пожалуйста Это Марина Была Записала Инна Шива Это Все Сущие Хорошо Достаточно Слышно Алифтина Записала Хорошо Андрей Да Я уже записала Да Хорошо Включай микрофон Можно из того Что помню Там Нет Не надо Что помню Надо Вот свое Вот Как бы Это Андрей Николан Синегорлый Нет Подожди Это как бы Конкретная Разновидность Подожди Речь про Определение Не про Разновидность А про Общее Определение Шива Это Как Энергия А Не Энергия Сознание Нет Хорошо Достаточно Шива Это Мне интересно Первое Не то Что Ты Будешь Умничать И Потом Скажешь Хорошо Нет Мне интересно Первое Шива Это Энергия Хорошо Макс Говори Шива Это Оди Йог Первый Йог Первый Йог Оди Йог Первый Йог Отлично Записала Записала Хорошо Ну говори Анастасия Мой муж М? Для каждой женщины Мой муж Для меня Это мой муж Да Я Подпечатлением Хорошо Но запиши Значит Олег Не поняла Что там Сможем Ну я стесняюсь Повтори просто Повтори просто Я не услышала Что Мужская Часть энергии Мира Она сказала Мой Муж Правильно Я понимаю Для меня Да Мой муж Вот первое Пиление Мой муж Я просто Испытываю неловкость Некоторые Повторяю это Но Мне нравится Это кто? Это Анастасия Это кто? Я не услышала Анастасия Кажется Анастасия 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 Хорошо Так Ну Виктория Ну уже сказали Шива Это бог Который Все Достаточно Шива Это Хорошо Виктория Есть Ольга Значит Которая Шарфиком Меня Слышно? Да Один из Треморти Разрушитель Хорошо Один из Треморти Разрушитель Хорошо Так Наталья Если уже сказали Что один из Треморти Тогда возьмем Шиваизм В частности Тогда Верховный Бог Шиваизм И Благой Так Благой Или Верховный Надо выбрать Что-нибудь Одно Давайте Возьмем Благая Постась Рудры Вот Отлично Благая Постась Рудры Хорошо Отлично Это кто? Это Наталья Записала Так Дальше Значит Сейчас Алена Шива Это я Я Это Шива Скромность Наша Отличительная Черта Хорошо Да Это Алена Да Это Алена Так Юля Записала Шива Изначальный Изначальный Да Да Хорошо Так И Александра Я Нет Ну да На самом деле Ты ведь не сказала Да Тогда ты А потом Другая Александра Я не знаю Я не знаю Можно так сказать Шабдо Трансформатор Что? Если я правильно Это сказала Шабдо Потому что Потому что Тогда Это как бы Смысла В этом нету Я поняла Ты хотела сказать Шамбо 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 Значит я неправильно Говорю Трансформатор То есть ты хочешь Хорошо Трансформатор Да Как бы Ты хочешь сказать Да Можем записать Как бы одно слово Если да Трансформатор Да Трансформирующий Трансформирующий Терминатор Мне уже Страшно Кому страшно? Мне А тебе-то Что страшно? Я представила Терминатор Ой Александра Другая Время Время? Хорошо Время? Да Да Так И у нас есть Вторая Ольга Но я еще Ни разу не слышал Ее кажется Я теперь даже увидел Здравствуйте Ольга Я сейчас Ваша задача Да Да Сейчас Шива Это основное имя Одного из трех Верховных богов Хорошо Отсылаемся К Терморде Да Хорошо Записала Да Вроде все были Меня не было Меня не было Так Меня Это в смысле Ксюша Как я тебе проморгал Ну давай Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Только Громче Подожди Когда ты Двенадцать человек Записала Тебе не слышно Живой Всеблагой Всеблагой Хорошо Теперь все Да Последний Я не услышала Всеблагой Это Ксения Так Ксения Мне уже Начинает Нравиться Потому что Вы все Разные Почти Все Хорошо Это Хорошо Ну Собственно Да Почти Все Почти Все Значит Ну Тетрадь Я не знаю Но наверное нам потребуется Тетрадь Ну наверное Такая же Как и для остальных Занятий То есть Тетрадь формата А4 В клеточку Наверное Ну или Поменьше Даже не знаю Или смотрите Кабы у нас будет PDF файл Для печати Не знаю Может быть на полях Этого файла Будете писать Даже не знаю Как лучше сделать Смысл в том Что Когда мы Закончим У нас должна Должна остаться Остаться Кучка Кучка Цитат И И Итимологий И разборов Именно уже В компьютерном виде Чтобы Алевтини Заново Это все Не набирать Да То есть Алевтина Какие у тебя есть Предложения Идеи Как организовать Нашу Совместную работу Вы имеете ввиду Уже Вот по результатам работы Куда это все записывать Ну вообще нет Как это Как это в процессе Записывать Чтобы потом Это мучительно Не восстанавливать Ну то есть Ты же понимаешь Да Вот сегодня записала Записали Элизарникова 81 А потом забыли А что там было И о чем речь И понимаешь Да Ну тогда лучше Вести какой-то Электронный дневник Типа того Ну Разве что Можно что-то Дублировать Какие-то вещи Не знаю Полностью Все вести Электронно Это закачаешься Мы же специально Работаем с бумажными Книгами Чтобы Минимизировать Ну Где-то это невозможно Но Ну В общем Алевтина Думай Как Потом Будешь Это все Обрабатывать Чтобы Не было Потом Ты просто Расскажи Свой опыт Вот Исходя из того Вот Как ты Как это было Долго В смысле Почему мы Сейчас начали А не полгода Назад Как это Долго Ковыряться В чужих Карякулях Ты вот Эту часть Расскажи Чтобы всем Было понятно Через что Ты уже Прошла Ну На самом деле Писать лучше Как бы Понятнее И развернуто Потому что Потом Ты начинаешь Проверять это все По словарям Там Прочим То есть Непонятно что Вот Но На самом деле Это Если бы я не переезжала То это все было бы Намного быстрее Вот Но Я считаю Что может быть Именно Часть Вот По этимологии Все-таки В электронном виде Ну Хотя бы Частично То есть Какие-то Вот Выводы Чтобы Фиксировались В электронном виде Согласен Это проще Хорошо То есть У нас По этимологии Получается Наталья Анастасия И кто У нас Третий Ольга У нас Третий Получается Такой Этимолог Значит От Купщикова Все поняли Да Что при возможности Если у вас В общем Заказы Вот В общем У всех он будет Лучше у всех Будет Чем У кого-то Не хватит Кому Нужен Будет Наталья По грамматике Есть Ну так Грамматика Этимология Это В общем-то Пересекающиеся Речи Есть Очень Хороший Блокнот Который Может быть Онлайн Может быть Оффлайн Овернот Овернот Давай Значит Смотрите Я сам Вот Последние Десять лет Пользуюсь Гуглдоками То есть Это такая Простыня Которая Можно Заносить Все Что угодно То есть Это Грубо говоря Word Только В облаке Вот Я сам Пользуюсь Гуглдоками Для всех Ситуаций Жизненных Вот А Левтина Пользуется Эверноутом Попробуйте Если кто Как бы Ничем До этого Особо Не пользовался Ну пробуйте Тогда Я говорю Могу рассказать Как я делаю Путем Гуглдоков Преимущество Переимущество Эверноута В том Что это Приложение Грубо говоря На телефоне Ну оно Наверное Легче С ним Пользоваться Через телефон Чем В общем В телефоне Удобнее Эверноут Чем Якобы Ну Гуглдоковский Как бы Вордовский Большой файл Понимаете Да То есть Как бы В телефон Немного Влезает Соответственно Эверноут Под это И рассчитан Гуглдок Не очень Для этого Нужен И планшет И Лаптоп Или Уже Десктоп Поэтому Если вы В пути То Наверное Эверноут Это неплохой Вариант Ну Я бы сказала Что Эверноут По-моему Эверноут Он вполне Хорошо Работает И на Компьютере Конечно Я не говорю Что он плохо Работает Компьютер Я не Об этом Я просто А там Удобно Синхронизировать Между Пользователями Или как Между Пользователями Это представляешь Хорошо Тогда сделай Видео Обучающий Скажем Ролик Да Единственное Что я не помню Марс Юрьевич Я не помню Платно Это настройка Или нет Потому что Я обычно Плачу За все Давай так Ты посмотри И потом Скажешь Хорошо Окей Хорошо То есть За координацию Отвечаешь ты Скажем так За координацию Работ В какой-то мере Ну окей Хорошо А можно Ссылочку Куда-нибудь Сбросить В чат Вот допустим Да Ну это Известное Про Evernote Спасибо Да Спасибо Ну и плюс Еще Evernote Что там Можно все Мультимедийное Содержимое Присоединять Это здесь Может быть Полезно У нас Какое Может быть Мультимедийное Содержание То есть Ну Те же MP3 Дорожки Наши Те же Скриншоты Из книг И там И веб-страницы Сразу сохраняются То есть Ну удобная штука Во всех отношениях Веб-страницы Родинам Так сходу Не нужны Хотя Опять же То есть Всем вам необходимо Будет представлять Как работают Электронные словари Как работает Корпус Санскритский То есть Есть определенные Технические навыки Которые 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 Должны Владеть Все Поэтому На самом деле Я бы хотел Чтобы Алевтина Ты Выявил Тех Кто Технически То есть Во-первых Те кто Не подкованы В Деванагаре Раз И во-вторых Те кто Не подкованы В Деванагаре Они Не подкованы И в словарях И в прочем Но Но даже Те кто Уже Вроде Давно Занимаются Есть Такие Которые Не знают Как Пользоваться Словарями То есть Перед тем Как начать Разбирать Надо Чтобы Мы Все Одинаково Хорошо Это Умели Делать Вот Без Алфавита Это Невозможно Но Даже Имея Алфавит Это Тоже Не очевидно В общем Чтобы Мы В дальнейшем На это Не тратили Много Времени Необходимо Вычленить Кто У нас Молодая Душа Они Пройдут Отдельный Экс Экспресс Курс Хорошо Кто У нас Признается Что Он Отродясь Не видел Значит Деванагри Если Видел То Также И Благополучно Забыл Есть У нас Такие Или У нас Все Акса Кал Не Признаются Хорошо Так Значит Что Надо Сделать Будет Значит Когда Мы Поймем Сколько Не Знает Алфавит То Я Вижу Регулярно Но Не Понимаю Хорошо Только Алена Не Понимает Деванагри Давайте Так Сейчас Проверим Я Дам Кусок Деванагри А Вы Значит Мне Скажите Как Вы Это Все Понимаете Хорошо Давайте Так Деванагри 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 в скайповском чате я скину сейчас картинку то есть те кто давно занимается сейчас не буду спрашивать но те кого я не знаю его попрошу их зачитать видно ли картинка еще не да может она проходит я продублирую ее вконтакте нет картинки я вконтакте в общую группу кино больше я не знаю что делать и да значит для неконтактных сейчас я еще по скопирую ольга я вас прошу прочитать первую первую шлоку которая шарфик я еще загружаю контакт у меня он не открыт секундочку хорошо я сейчас скопирую ссылку еще на dropbox сделать такой вариант для тех кто не вконтакте теперь третьим способом посылаю файл юлия так проходит хорошо то есть мне бы хотелось чтобы вы могли чтобы вы могли это свободно прочитать ну давайте так пусть хорошо тогда пусть все посмотрит все ли могут это свободно прочесть но немножечко шрифт замудренный немножечко хорошо по слогам да хорошо и на вас ваш сосредоточенный взгляд меня пугает со шрифтом вы конечно постарались марсифович я знаю что в души мне ж не жалко итак молчание означает что ни у кого не вызывает затруднение такое начертание правильно понимаю но местами некоторыми местами вызывает это кто сейчас сказал это наталья наталья сказала который я перестал видеть да понятно сходу так не прочитаешь это надо вникать если вы как учебный но ты-то андрей но вот все-таки непривычный вот эти шрифты если как учебники я бы быстрее конечно прочитал ну вот в первом слове третье с конца алигатура мне непонятно например в самой первой строчке да нет нет но уже после цифра 1 Анастасия зачитайте пожалуйста первую штуку Зачем я могу хорошо Дхам Дхарммани Шчаясам Югтанг Камартха Сахитанг Катхан Шри Нушва Вахито Раджан Гадато Че Уйме Махабхуджа Джа Джа это? Махабхуджа А, Махабхуджа Хорошо Тогда ошибка была Раджан, а нет Раджан, да Хорошо Ну ладно, раз вы молчите, значит вы свободно читаете так же как Анастасия Хорошо, тогда вопросов собственно нету Это здорово, это здорово, это не может не радовать Да, Виктория? Ну вы же знаете как я, всё Ну на самом деле я должен тебе раскрыть страшную тайну Никто из здесь присутствующих не может свободно это прочитать, поэтому это нормально Хорошо Вопрос лишь в том, насколько не свободно Просто вы же понимаете, что я же вам дам эти самые имена, конечно, в заковыристом написании Не, ну если есть время расшифровать, тогда и потом А вот прям так вот зачитать сразу Трудно Трудно Ну я же вам не буду в транслите, да Не надо Я же уважаю вас Да, нет, ну время-то будет расшифровать Значит давайте так, поговорим сейчас о Деванагоре Вы понимаете для чего я буду давать вам Деванагоре? Для чего я это буду делать? Ну кроме того, что я садист, а вы мазохисты Кроме того Для развития нашего правого Павла Швария, наверное Да Помимо этого Есть такой момент Я раньше в это сам Я не верил, пока сам с этим не столкнулся Когда я работал вместе с индусами Над книгами Вот Они мне каждый раз говорили Ты только сконвертируй в Деванагоре То есть как бы текст один и тот же Говорят, типа Давай мне любой текст Только в Деванагоре Я говорю, ну вот тебе транслит Что он тебе Чем он тебе хуже То есть, казалось бы Проще, да Проще Но Вот я говорю Сколько раз не работал с ними Они говорят У меня глаза Как бы слезы В общем наворачиваются на глазах Когда вижу транслит То есть понимаете Они как бы Они не воспринимают транслит Именно поэтому в нем так много ошибок Поэтому если вы хотите Именно некоторого такого Слияния С индийским эгрегором То Деванагра в этом плане полезен Потому что это чисто индийская штука Ничего связанного с санскритом В Деванагре нету Но чисто чтобы Проникнуть Значит В эту самую Вот Как сказал бы Шлегель 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 Да Шлегель, кажется Чтобы проникнуть Как бы в душу Народа То Деванагре полезен Вот для этого Чисто чтобы была атмосфера То есть это все Можно перевернуть в транслит И что вы и будете делать Но основа все равно Деванагрская Да? Понятно, да? То есть почему Деванагре? Вот Потому что это вопрос состояния То есть вопрос вашего настроя Деванагре создает нужный настрой Вот Значит дочка явно объединена вниманием Ничего, ничего Она вам просто с вами здоровается И не понимает почему Ну давайте тогда все Куда она ушла? Если уже Иди сюда Хая, хая, хая Та Эльгена Та Эльгена Кусите Быкли Быкли Тогда давайте синхронно Скромно так Хорошо Вопросы У матросов есть? Нету Хорошо Значит Начинаем следующий четверг Я постараюсь Начать ровно 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 Хотя мне редко это удается Но я постараюсь Начать ровно Значит В семь Следовательно Без пятнадцати Минут семь Мы начинаем Как бы уже Окончательную перекличку То есть Если Скажем так За день до того То есть среду Вы ставите плюсик Вы ставите плюсик Или в скайпе Или в контакте Или в скайпе И в контакте Что в общем Вы полны намерений Если вы заранее знаете Что вы не будете Заранее ставьте Как бы Значит что вас не будет В данном случае Никого дожидаться не будем Нас достаточное количество Я надеюсь Чтобы уже Не было необходимости Дожидаться Но если Не придет Майерхофер Вы понимаете Как мы расстроимся Понятно Да Тогда за Майерхофер Буду я Соответственно Расстроюсь я Тогда Просто есть Как бы Какие-то ключевые Игроки На которых Много завязано Поэтому Если они не придут И не скажут Я на них обижусь А если я обижусь Хорошего не ждите Понятно Да То есть Как бы Все в жизни бывает Но нужна обратная связь Если Если что-то Будет И не будет Обратной связи Я буду обижаться Если буду долго Обижаться И тогда Присвоите номер Тогда Тогда Присвоите номер Тогда я Озвучу Присвоенный номер Присвоенный Это будет по-любому А я его Озвучу И буду Педалировать Да То есть Я всех буду Называть там По имени По имени Шестой К доске Я беру шестой Я уже сказала Понятно Да То есть Как бы Я хотел бы Чтобы мы уважали Друг друга В том плане Чтобы не было Так Иногда просто Кому-то кажется О Я Не буду Но все остальные Уже будут И оказывается Что именно В этот день Конечно Никто не собирался Приходить В общем О чем Мы узнаем За 5 минут До того Как уже начинается Чтобы так не было Начинаем Получается В среду Четверг Уже окончательно Подтверждаем Ну и попытаемся Начинать Всем Попытаемся Я надеюсь Что я На раскачку Ну может На 10 И надеюсь Не больше Понятно Длительность Я думаю Полтора Два часа Но с учетом того Что у нас Достаточно много Я думаю Что реально Это будет Два часа Вот К следующему Четвергу Я придумаю Остальные условия Дакшина Какая Вот я как раз И хотел сказать Что я придумаю Я не знаю Надо будет посмотреть Я сейчас Просто увидев Сколько нас людей Я взвешу Так как Вот например Твоя Значит Помощь Заключается В работе С адхароведой Понимаешь Изначально То что ты на себя взяла Это для меня Очень важно Потому что Меня тоже Но для меня же тоже Да Но для тебя Понимаешь В чем разница Когда Каждый для себя Изучает Адхароведу То для людей Вокруг Адхароведа Остается Таким же Темным лесом А когда мы Создаем Корпус текстов К чему я надеюсь Все таки мы придем Тогда после нас Остается Уже что-то Помимо Вот нашего Погружения Вот А для Перевода Для перевода Конечно Необходимо Устанавливать Наиболее Древние Тексты В которых Встречается Это слово Поэтому Конечно Регведа Это будет Первый Всегда вопрос А что Грегведа И что Собственно Сейчас Можно будет Спросить А что Грегведа Вот у меня Как раз По этому Вопрос Ведь У нас У меня Лично Есть Сейчас Источник Адхарваведа Ирегведа Ирегведа Только Поиски Это Это Когда Уже У нас Параллельно Идет Текст В случае Регведы Все Вообще Прекрасно Немецкий Английский Русский Хотелось бы Еще Французского Но У нас Нету Носителей Французского Поэтому С этим У нас Напряженка Пока У нас Они Как бы Есть Но Я за него Сейчас Не возьму Они Прячутся В кустах Я знаю Потому Что Это Уже Все У меня Просто Крыша Съедет Это Последний Гвоздь В могилу Да Я понимаю Будем Смотреть С разных Сторон Будем Смотреть Стороны Индийской И Будем Смотреть Со стороны Сравнительно Исторического Языка Знания С Индийской Стороны Если Будем Успевать Я Буду Вам Показывать Разные Способы Исследования Слов С разных Сторон Откроем Амаракошу Откроем Толковые Санскритско Санскритские Слова В общем Я сейчас Страшные Вещи Говорю Если Мы Хоть что-нибудь Из этого Сделаем Это Просто Уже Будет Вынос Мозга То есть Я Попытаюсь Вам Показать Как Двояко Можно Рассмотреть Все Эти Вещи Индусы Обычно Не Подозревают Что Существует И сравнительные Стречки Языкознания А сравнительные Стречки Языкознания Обычно Не Подозревают Что Существуют Индусы Они Обычно Существуют Отдельно Хорошая новость Заключается В том Что У нас Есть Свой Человек В Тиру Пате Инду С ней И И И Уже Быть Невозможно И Поэтому Все Инду Вопросы Я Заранее Буду С ней Согласовывать И Уточнять Все Вопросы В плане Компаративистики Это Просто Моя Специализация Поэтому Лучше Чем Я Все Рано Никто Не Подскажет Вот Как-то Так Насчет Словарей Те Кто Возможно Чего-то Не знают Когда Будем Подтягивать Вот Это Хороший Вопрос Я Думаю Что Сперва Надо Будет Подтянуть Алфавит Тех У кого Их Нету После Этого Уже Словари Ну То То Я Надеюсь Что В течение Двух Недель То есть Это будет Отдельная Встреча Или как Это будет Или отдельная Встреча Или я вам Выдам Старое Видео И будете Сами Мучиться Я вообще Посмотрю На ваше Поведение И соответственно Прямо решение То есть Как минимум Есть уже Готовое Видео Если видео Будет Недостаточно Тогда уже Посмотрю То есть Ваша Задача Научиться Быстро Пользоваться Бумажными И Электронными Словарями Потому что Конечно В бумажных Будут не все Те слова Которые Нужны Но Наша Задача Выявить Все слова Которые Есть в бумажных Книгах А потом Уже Только Переходить К электронным Понятно Да То есть Мы сперва Проверяем Бумажные Потом Только Электронные Ну что Уже Устали От одного Распределения Уже Устали Да Хорошо 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 Ну ладно Хорошо Тогда Значит А Левти на следующий раз Уже нас Скорее всего Покинет Она будет По субботам Заниматься То есть Если кто-то Потом поймет Что он не может И готов Перекинуться Или там Разово Перекинуться Или вообще Перекидываться То То Как бы Дайте Знать Я постараюсь Вести Эти группы Примерно В одинаковом Темпе Но что Из этого Получится Я не знаю Да В субботу Будет веселье В 4 утра Какого Плата Веселье Ты имеешь В виду Некоторые Будут просто Засыпать В смысле Головой Падать Об клавиатуру В смысле Носом Что ли Нет Просто Я очень хорошо Знаю Что значит Планировать И ложиться Спать И думать Что Опа Я встану В 4 утра А другое Дело Встать Подожди Подожди Чтобы начать Занятие В 4 Надо встать В 3 Или хотя бы В полчетвертого Начнем с этого Ну да Это будет забавно Но там Явно Ты будешь Главная Поэтому Я не буду Переживать За то Чтобы разбудить Я буду Знать Что за это Переживает Алевтина Я ответственная За побудку За побудку За разбудку За вообще Все будки Какие Планируются И за эту Будку Которой Ты не будешь Присутствовать Ты вообще Крайняя Чуть Что Ты крайняя Это была Ее идея Я не собирался Разбирать имена Поэтому пусть Она и отвечает Мартис Юрьевич А кто Книгу хочет Кто Я не знаю Я лишь Сказал Что возможно Это закончится Этим Я тебе Просто Зрание Предупредил Ну вот Есть Как бы Цель Ради Которой Вдвойне Интересно Как-то так Да Так Ну хорошо У нас есть Скайповский чат У нас есть Значит Вконтактный чат То есть Для обычной Переписки Используем Вконтактовский чат Какие-то вещи Мы дублируем В скайпе А насколько Восемь мессенджеров Ну я же Ненормальный человек Понимаешь Надо исходить Из удобства Нормального человека Я думаю Что вконтакте Более чем Для тех Кто у нас Фейсбучный Ну для них Будет получается Скайповский чат Единственная опора Просто Чтобы вы понимали Что не все Есть вконтакте Следовательно Что-то До кого-то Не будет Попадить Ну вот Я с ним Мела ввиду Что Кого нет вконтакте Просто В телеграмовских Группах Насколько я знаю Там же можно Файлы прикреплять Ну если это Сообщество Или нет Я не знаю Я не пользовался Активно Телеграмом Кроме Как для личной Переписки с кем-то То есть В смысле Нет Там цепляешь Файлы Можно Картинки Там картинки Можно Можно ли Другие файлы Не знаю Можно Можно Файлы И там По-моему Сейчас еще Видео Даже Видеозапись Открывается Прямо Все можно Прямо В окружении Сообщения Даже видео Да В телеграме Все можно Поэтому Давайте так Значит Я пока За вконтакте Если выступят Значит Фейсбучники Что они готовы Участвовать В телеграме Тогда Другой разговор Если фейсбучники Скажут Что они Кроме фейсбука Ничего не знают Тогда И Вконтакте И все По телеграмму Больше шансов Разбудить В три утра Нет Надо конкретно Вот брать За шкирку И Наяривать Конкретно Тут просто Абстрактно Не пойдет Тут надо Поименно У нас будут Конкретные люди Которые будут Спать дольше Остальных И конкретно По ним надо будет Отрабатывать А ты думала В сказку попала Нет Уже давно Так не думаю Вот и я так не думаю Тем более Вы уже сказали Что вы думаете О Шире Вы уже в моих руках Уже обратно потянет Ну все Ладно Тогда значит На сегодня все На сегодня все Значит Слушайте записи В смысле Я имею ввиду Аудиозаписи И пытайтесь Повторить Пытайтесь Уловить Темп Да И на неделе Я бы пожалуй Даже хотел бы Услышать Какой нибудь Отрывочек Из вашего голоса С видео Или без Того То есть как бы Я хочу Обратную связь Если обратная связь Будет раз в неделю Да Левтина А голос В смысле С чем записать Вот этот Карпура Гаурам Или Ну Карпура Гаурам Или первые Десять имен Любой отрывочек Вот из того текста Который вы скоро Уже получите Я просто еще Не приготовил его А окей Тогда Хорошо Вот То есть получается Вам все равно Придется Заучить Стихотворный Размер Шлоку Хотя бы Для Карпуры Поэтому можете К этому уже приступать Да, Виктория Задача понятна Или требуется уточнение Требуется уточнение Итак, смотрите У нас есть Самый распространенный В санскритской литературе Стихотворный размер Называемый Шлокой Или Ануштубх Его надо выучить И как? Слушая Запись Уши А просто повторять Что вот Вы прислали, да? Просто повторять Как обезьянка До тех пор Так же Как и алфавит Повторять Конечно Конечно Алфавит Шлока А теперь еще И вереница имен То есть у нас Есть первые Десять имен То есть вы Будете А что если Не так красиво Поешь? А если Не так красиво То Как бы Это очень плохо Очень плохо А вашим ушам Не больно будет? Моим ушам Нет, нормально Мои уши стерпят Но Мои уши стерпят Мои уши стерпят То есть как бы Мне хотелось Мне хотелось На неделе Обратную связь То есть если вы думаете Что мы в следующий раз С вами будем общаться В четверг Ну типа То нет То есть мне хочется Прямо записать Вот Да Да И вам послать Ого Да Конечно Потому что А вы в транслитерации Дадите? Ну или там На диванагре Имена Я даже в нагре дам Ну дайте на диванагре Чтобы Там Сверяться Там Там Все Дам Спасибо Мало не покажется Будете вспоминать Те времена Когда не давал Еще Конечно Конечно дам Конечно дам Просто я подбираю пока Такой более неузнаваемый Шрифт Пока все очень Какие-то простые У меня попадается под рук Я пока еще подбираю Вот Да Значит Обратная связь То есть Если в течение недели Нет никакой Обратной связи Я понимаю Что вы Впали В зимнюю спячку И что Дело Как бы Плохо Что Инна значит Уснула на работе И как бы Все забросила И в общем Все плохо То есть Как бы Обратная связь Это означает Что хотя бы Раз в неделю Вы Делаете видимость Что вы что-то делали На неделе Для начала Мне хотелось бы Чтобы вы Разбирались С тем Как это Произносится А для этого Надо как обезьянкам Повторять Вот Когда вы Первые 200 раз Прослушаете Ушу Тогда потихоньку Начнете повторять То есть Тут есть две задачи Есть стихотворный Размер шлока Это одна задача И Шлоку можно гонять На субхашетах То есть На афоризмах У нас есть Отдельная подборка Из 95 Афоризмов Можно выбрать Любой На свой вкус И цвет Это одна задача Значит Шлока А вторая задача Это просто уже Сама вереница имен Две разные задачи А вы скинете Шлоку Или как Шлоку я конечно Вам скину Скину так что Конечно Конечно Чтобы Чтобы Наверняка Да То есть Шлока Вы можете выбрать Какой-то Какой-то афоризм Из тех Что я вам дам Вы можете выбрать Или афоризм Или вот На карпоре То есть Скажем так На вводном Стихе Который Предваряет Вереницу имен Так Ну Это же Одна из основных Мантр Даже Не просто Водный стих Ну Хорошо Мантры Что же стих Ну Да Ну А для нас Это просто Стихотворный Размер Шлока В данном Случа Мы же Формалисты Алевтин Мы с тобой Вообще Московские Формалисты Петербурги отвечают за семантику Там как бы другое направление Там занимается смыслами В Москве смыслы мало кого интересует В Москве занимается формализмом Два разных направлений Между ними нет ничего общего Я за московский формализм Хорошо Раз вопросов больше нету И уже подустали Значит обратная связь Да То есть как бы я хочу слышать Каждый из вас должен будет это произнести Точнее каждая пятерка будет произносить Посмотрим как это будет Поэкспериментируем У меня вопрос Да Может быть запись тоже как-то на ютубе сохранить Чтобы осталось А как же Запись какая А вот это вот запись Ну так это я изолю Я просто не пьянень была Лене их заливать А так я сейчас Я тут я залю Понятно Это залю Мне ничего умного сказано не было Но зато Все задокументировано Все теперь повязаны Чтобы тут забыл Чтобы посмотреть так Да, да Забыл что отвечаешь за фастмер Например Хопа Смотришь Оооо Это же я Это я Отвечаю Все плохо Хорошо То есть видео На ютуб канале Верно? Да Просто в закрытом канале Он закрыт для внешних А, то есть нам будут ссылки присланы Каким-то образом Да Тайным 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 А не могли бы Зачитать Пятерки Потому что я Переподключалась И этого не слышно А я У нас нету решения Мы с Алевтиной Посмотрим на то Кто сейчас сегодня был И пока нету решения Хорошо И мы Номера присвоим И на пятерки разобьем Вот кстати Мартин И выдадим жетов Жетончики Что не в теме? Мартин Юрьевич Вот Кстати Тоже телеграмм Удобнее В плане просмотра Ютуба То есть Там ютуб видео Прямо в рамках телеграмма Можно просмотреть Нет Подожди Да нет Пока Не настаивай Я бы с этого не начал Ну хорошо Возможно мы докатимся Смотреть видео В телеграмме Неудобно Его невозможно Ускорять Поэтому Вот Про видео Не надо Она открывается Картинка В картинке И Специалист Специалист говорит Видите Вот все Решено Против Марины Не попрешь Все Однозначно Так Хорошо Все 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 Приступаем к чтению Соответственно Тех у кого нету Или книг Или файлов Они выставляют претензию Значит В В Пока у нас будет Один общий чат Я пока не разобью их На два чата А может быть Вообще у нас будет Один общий чат Может быть Оставить один общий чат Для всех шивистов Для субботы Для субботы И четверга Вместе Может быть Может не надо Их аллептин разбивать Материалы-то Общие будут А с другой стороны Они будут уже Знать правильные Сейчас Ну как же Сейчас Вообще Если честно Я хотела Разделить пополам Даже табличку Вот эту То есть не общую Сделать Ну да Я тебя понял Не ну хорошо Она вконтакте Вот одну общую Или две разные Чтобы они не пересекали Чтобы они не подозревали О существовании Других Или общую В телеграме Две разные Ну Можно вообще На самом деле Сделать Две группы Просто я не знаю Насколько Они будут Не пересекаться В работе Я понятия не имею Скорее всего Это будет Две совершенно Разные группы То есть помогать Это друг другу Не будет Если они будут В общей Почему они будут Ну будут Конечно Так тогда Давайте оставим Общую Да и все Чтобы не заморачиваться Пока будет Общая Юль Я помню про вас Но Значит во-первых Тут есть Анатолий Которого сейчас нет Он как раз Он как раз Тоже Из Одессы И поэтому Он вам расскажет Как эту проблему Можно обойти Поэтому Это решаемая проблема Насколько Мне известно Ну Я попытаюсь Да Тоже Сама решить Своими силами Не мучайтесь В смысле У нас есть технари На то у нас есть Анатолий Он программист О Я Таких же Спрошу Хорошо Спасибо большое Хорошо Ну все Теперь вы обречены Ладно Значит На этой радостной ноте Собственно Тогда До Четверга Обнимаю вас И в общем Будем знакомиться Друг с другом Да Хорошо Всего Спасибо Всего Спасибо До свидания Спасибо большое До свидания